Здравствуйте, это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Врачебная карьера Ларисы Гориной складывалась вполне удачно. Окончив интернатуру, она поступила в ординатуру и устроилась работать хирургом в районную больницу. «У тебя золотые руки», – говорили коллеги. – В столице в какой-нибудь частной клинике ты могла бы зарабатывать огромные деньги, а здесь – провинциальное городишко, никаких перспектив. – Ну… – смеялась в ответ Лариса. – Здесь тоже живут люди, и их нужно лечить. Всех денег все равно не заработаешь. А перспектива? Так ведь никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Выбрав благородную профессию врача, Лариса пошла по бабушкиным стопам. Ее бабуля была кардиологом и спасла немало, казалось бы, совершенно безнадежных больных. Марии Степановны уже не было на свете, но в районной больнице, где теперь трудилась и внучка, ее до сих пор помнили и говорили только хорошее. Отец Ларисы был геологом. Иван Михайлович погиб на Севере семь лет назад. Мать Ларисы, Анна Никитишна, работала учительницей начальных классов. После гибели супруга, она так и не вышла замуж, хотя возможности было предостаточно. – Видимо, я однолюбка, – говорила Анна, – а дочь и завидовала матери, и жалела ее. Как должно быть хорошо встретить человека, которого полюбишь раз и навсегда. Но ведь мама еще молодая, к тому же привлекательная женщина, и Ларисе хотелось бы видеть ее счастливой. Лариса жила в пригороде, поселке Незабудки, и каждый день, не считая, разумеется, выходных, ездила на работу. Лара со смехом вспоминала, как пришла устраиваться в больницу. Когда она сказала, что проживает в поселке с красивым и поэтичным названием Незабудки, главврач с недоумением спросил, как же Лариса будет добираться до работы. – Видимо, Евгений Кириллович Соловьев, – с усмешкой подумала Лариса, посмотрев на его бейдж, – не знает о существовании рейсовых автобусов. Наверное, думает, что мы, сельские жители, кроме лошади другого транспорта не знаем. Тот, кто проживает в поселке и хотя бы раз устраивался на работу в городе, подтвердит, городские работодатели не слишком-то любят брать на работу сельских жителей. Как не смешно, но, похоже, кое-кто из них действительно полагает, что жители села передвигаются на чем угодно, только не на личном или общественном транспорте. И кто знает, какая участь ожидала бы Ларису, если бы не заведующая кардиологическим отделением. – Здравствуйте, Лара, – улыбнулась Ольга Ивановна. – Вы тоже к нам устраиваться? – Вы знакомы? – удивленно спросил потенциальный руководитель. – Ну, Евгений Кириллович, я Ларочку еще школьницей помню, – улыбнулась его коллега. – Это же внучка Марии Степановны Славинской. – Правда? – Правда, правда, – засмеялась женщина. – Ну, если Лариса Ивановна будет таким же классным врачом, как и ее бабушка, – хмыкнул главврач. – То я готов рискнуть. Обещаете? – Лариса пообещала. Так она и устроилась в районную больницу. Если вначале Лару воспринимали как внучку Марии Степановны, то со временем ее заметили и стали выделять среди остальных коллег. Лариса горе навсегда была исполнительной и обязательной. Даром, что приходилось ездить на работу из поселка, в то время как некоторые коллеги, проживающие на соседней улице, могли и опоздать. Кое-кто из них с ужасом качал головой, представляя, как Лариса встает рано утром, садится в автобус, едет на работу, а после нелегкого трудового дня еще и обратно также. Это же целых двадцать километров. Такая самоотверженность дорогого стоит. – У нас половина поселка ездит на работу в город, – с улыбкой отвечала она. – Этим нас уж точно не испугать. Да и выбора нет, работа-то нужна. Какая же тут самоотверженность? Вначале было тяжело, а потом Лариса привыкла. После рабочего дня она заходила в магазин, покупала продукты и садилась в автобус. Такой вот нехитрый вечерний ритуал. Анна Никитишна, которая как педагог получила квартиру в городе, не раз предлагала дочери переехать к ней. Но Лариса искренне любила деревню, свежий воздух, работу в огороде. Да и поездки туда-сюда не казались ей такими уж обременительными. Что такое двадцать километров на мягком автобусе? В одной из таких поездок Лариса и познакомилась с молодым инвалидом-колясочником, который попрошедничал на автовокзале. Она видела его каждый день и даже знала, что парня зовут Игорем. Он был довольно симпатичным, и Лара нет-нет да и задумывалась. Интересно, что его толкнуло на это? Хотя известно, что, безнадёга, Лариса заметила, что Игорю охотно подавали милостыню. Однажды она увидела, как к нему подошли двое. Эти двое тоже время от времени мелькали на автовокзале и просили милостыню. Один был в военной форме и с тростью, другой – чумазый, в лохмотьях, меньше всего напоминающих одежду. В руках этого существа был ребенок, завернутый в потрепанное клетчатое одеяло. Лариса нередко задавалась вопросом, где мама этого малыша. А ещё её настораживало, почему он всегда молчит. Уж не подмешивает ли мужчина в бутылочку спиртное? – Слышь, разговор есть, – обратился к Игорю человек с тростью. – Я слушаю, – сдержанно кивнул он. – Не здесь. Игорь пожал плечами, и они двинулись в сторону гаражей через дорогу от автовокзала. Лариса и сама не понимала, что заставило её пойти вслед за ними, но что-то подсказывало – надо. По выражениям их лиц Лара поняла, что вряд ли парни подошли к Игорю с добрыми намерениями. Она пошла на голоса и, спрятавшись за один из гаражей, слушала беседу. Лариса буквально кожей чувствовала, что разговор не сулит Игорю ничего хорошего. – Ну и какого лешего ты отбиваешь нашего клиента? – с угрозой спросил его тип в военной форме. – С какой стати? – криво усмехнулся Игорь. – А с такой, что ты трубишь на автовокзале с утра до вечера, – вмешался чумазый. – Собрал пару косариков, ну и кати домой на своей карете, дай заработать другим. – Да чего ты с ним разговариваешь? – воскликнул воин и ударил Игоря своей тростью. Удар пришелся в плечо. Лариса решительно выскочила из своего укрытия, бросилась на него и закричала. – А ну прекратить! – вояка опешил, но, моментально оценив ситуацию, переключил внимание на Ларису. Однако та оказалась проворнее. Она выхватила у обидчика трость и наставила на него. Грязнуля положил сверток на землю и поспешил на выручку товарищу. Лариса отбивалась от попрошаек тростью, но те не сдавались. Вдруг вояка ненароком наступил на сверток, который тут же отреагировал кукольным голоском. – Мама, возьми меня на ручки! – Идиот! – заорало чудо в лохмотьях. – Смотри, куда прешь! Лариса растерянно посмотрела на сверток. Одеяло развернулось, и из-под него показался симпатичный, розовощекий, игрушечный пупс. А она-то еще удивлялась, какой спокойный ребенок! – Проболтаешься кому-нибудь? Убью! – угрожающе прошипел одинокий папаша, обращаясь к Ларисе, и, подхватив куклу, поспешил вслед за товарищем, который уже тянул его за руку. – Ну вы как? Нормально? – спросил у Ларисы Игоря, которому явно было неловко. Он, хотя и болезненно морщился, держась за плечо, кивнул. – Тогда пойдем на вокзал. – Парень снова кивнул. – И часто у вас бывают такие конфликты? – поинтересовалась Лариса. – Да нет. – пожал он плечами. Посмотрев на табло, Лара отметила. До автобуса осталось пятнадцать минут. Внезапно она поняла, что не хочет расставаться с Игорем. Чем черт не шутит? А вдруг Лариса может ему чем-то помочь, если, конечно, он примет эту помощь. Слишком уж гордый и держится независимо. – Игорь, а у вас родственники есть? – поинтересовалась она. – Мало ли. Парень покачал головой. – Я детдомовский, – ответил он. – А почему вы спрашиваете? – Ну неужели вам, молодому парню, совершенно некому помочь? – Игорь нахмурился. Недавно его выписали из больницы. И в памяти были еще свежи напутственные слова врача-травматолога. – Мне очень жаль, но вы не сможете ходить. Однако, если вы все же решите побороться за свое здоровье, то вам в столицу. А еще лучше, в Германию или Израиль. Там такие операции делают. А мы, увы, не волшебники. Хотя нервные окончания и функционируют, мы все-таки не сможем вам помочь. У нас всего лишь районная больница. Слова звучали, как издевка. Но откуда у студента-сироты деньги на операцию в Германии, Израиле или хотя бы в России? Хотя стоит ли обижаться на доктора? Он всего лишь обрисовал положение вещей. Поэтому Игорю ничего не оставалось, как поблагодарить врача. – Простите, я, наверное, сказала что-то не то. – смутилась Лариса, заметив подавленное выражение лица Игоря. – Все нормально. – махнул он рукой. – Точно? – Да, конечно. – Объявили посадку до незабудок. – Мне пора. – неловко улыбнулась Лариса. – Мы еще увидимся. Она села в автобус. Посмотрев в окно, Лариса увидела на перроне Игоря. Парень сдержанно улыбался. А когда автобус тронулся, он, как показалось Ларисе, робко помахал ей рукой. Автобус скрылся из вида. Игорь покатил в сторону дома, вспоминая по дороге свою жизнь. Когда-то он был целеустремленным, трудолюбивым парнем. После выпуска из детского дома Игорь заочно учился в архитектурно-строительном техникуме и работал на стройке. Он нравился девушкам, увлекался спортом, любил рыбалку и походы. У Игоря были грандиозные планы на жизнь. Но их перечеркнул несчастный случай на производстве. Игорь сильно повредил спину, в результате чего его парализовало. Ему, конечно, выплатили в качестве компенсации какие-то копейки, но их хватило лишь на скудное пропитание, да недорогие обезболивающие. Для него, молодого и здорового парня, это стало самой настоящей трагедией. Никому не нужна сирота, да еще и инвалид, вот он кто. Перспективы не самые радужные, сплошная безнадега. Неужели это конец? Выписавшись из больницы на инвалидной коляске, Игорь совсем упал духом. Он вернулся в квартиру, которая полагалась ему как бывшему сироте и неожиданно осознал, что жилище показалось ему чужим. Все чужое, все. Поразмыслив, Игорь понял, что ничего удивительного в этом нет, ведь он покидал квартиру здоровым, бодрым и полным оптимизма, а вернулся калекой. Вот его кровать. Игорь провел рукой по любимому пледу в ромбах и тут же одернул ее. Кровать показалась ужасающе холодной. А вот альбом с фотографиями. Он знал, что больше никогда не станет рассматривать эти фото, ведь на них он здоровый и жизнерадостный. А главное, он ходил. И не только ходил, а от души отплясывал на вечеринках и в ночных клубах. А это его любимое кресло. Только теперь в нем нет нужды. Иногда Игоря навещали приятели по детскому дому и однокурсники из техникума. Все, как могли, пытались его подбодрить, но понимали – все это бессмысленно. Кое-какие советы относительно того, как жить дальше, впрочем, прозвучали. Жаль только, что все они оказались бесполезными. Бывший одноклассник Серега Крашенинников посоветовал Игорю выучиться онлайн, а потом найти какую-нибудь удаленную работу. А почему бы и нет? – подумал он с воодушевлением. Глядишь и стану программистом или освою другую современную профессию. В общем, Игорь последовал совету товарища. Но на деле все оказалось не так уж и просто. Нормальные курсы, на которых действительно можно чему-нибудь научиться, стоили немалых денег, которых у Игоря попросту не было. Тогда он решил пойти другим путем – найти удаленную работу безо всяких курсов. Благо, таких объявлений Игорь встретил немало. Он резонно подумал, что среди многообразия предложений можно найти подходящий для себя вариант. Но вакансий было действительно немало. Только это, как правило, сетевой маркетинг, финансовая пирамида или вовсе не пойми что. Да есть ли он вообще этот хваленый онлайн-заработок? – подумал Игорь. – Или те, кто якобы зарабатывает на нем хорошие деньги откровенные брехуны? Как-то раз он нашел объявление – в строительную компанию требуется диспетчер, работа из дома. Игорь решил – вот он шанс. Ноутбук и телефон, слава богу, имеются, к тому же он учился в архитектурно-строительном техникуме. В общем, не самый худший вариант для строительной компании. Игорь записался на собеседование. И его ждал еще один приятный сюрприз. Оказывается, офис фирмы находился совсем недалеко от дома, где он проживал. Надо было видеть, как на него смотрел HR-менеджер. Это была липкая и тягучая смесь жалости, снисхождения и брезгливости. Вы знаете, что диспетчеры работают круглосуточно. Ведь водители находятся на линии 24 часа в сутки и в любое время может произойти поломка и другие неприятные вещи. – А в чем проблема? – недоуменно нахмурился Игорь. – Я, как вы понимаете, почти все время дома, и такая работа для меня – один из немногих приемлемых вариантов. А если с вами что-то произойдет? – Все, что со мной могло произойти, уже произошло. – невесело усмехнулся Игорь. – И мне нужна работа. Неужели я многого прошу? – Нет, но… – Но? – Вы же… – девушка несмело кивнула на коляску Игоря, и он продолжил. – Инвалид, вы хотели сказать? – Заметьте, это сказали вы, – скорчила девушка строгую гримаску. – Всего доброго, – сказал он и, развернувшись, направился к двери. Игорь катил по коридору, и каждый оборачивался ему вслед. Детдомовские друзья советовали не сдаваться, но легко говорить это тем, кто ходит, бегает и прыгает. Тем не менее, в душе еще теплилась надежда. И в самом деле, если ему фактически отказали в одной организации, это же не означает, что то же самое будет и в другой. Но Игорь посетил еще четыре офиса с тем же самым результатом. Впрочем, одноклассница Лида Окунева, у которой жених работал менеджером по приему, объяснила, что дело не обязательно в инвалидности. В конце концов, соискателей много, а место-то одно. Это обнадеживало, но работу Игорь так и не нашел. Старые друзья стали напоминать о себе все реже и реже, и Игорь начал падать духом. И упал таки. Вернувшись с очередного неудачного собеседования, Игорь внезапно ощутил острое желание выпить. В надежде найти денег, он обыскал все карманы и ящики письменного стола. В итоге Игорь наскреб такую сумму денег, на которую можно было не только напиться, а просуществовать неделю. Только вот что будет потом? – со вздохом подумал он. От этой мысли стало совсем тошно, и парень отправился в магазин. Стараясь не обращать внимания на сочувствующие взгляды продавщицы и знакомых, Игорь взял бутылку спиртного и скудную закуску. Утром он вышел на балкон и с удовольствием вдохнул ароматы родного города. От притока свежего воздуха вдруг закружилась голова, и Игорь поморщился. – Что, Бобоголовка? – с усмешкой спросил сосед, который проживал в смежной квартире, но в соседнем подъезде. Кажется, его звали Русланом. – Есть немного? – кивнул Игорь. – Так ведь это дело надо поправить, может, скооперируемся? И они скооперировались на бутылку, потом на другую. А когда появилась третья, в квартире вдруг оказались какие-то типы подозрительной наружности. Но Игорю было все равно. В компании новых друзей было легко и весело. Они-то и посоветовали Игорю выйти на промысел. Как выяснилось, у Романа и Витька был один приятель, под началом которого трудились попрошайки. У одних и вправду были проблемы в жизни или физические увечья, другие были вполне здоровы, просто не любили работать. Этот приятель, имени которого никто не знал, за бесценно купил у Игоря ноутбук. Парню было все равно, к чему он ему. Гаджет напоминал ему о несбывшихся надеждах начать новую жизнь, хотя бы и будучи человеком с ограниченными возможностями. Днем Игорь промышлял на автовокзале, а вечером в его квартире дым стоял коромыслом. После трудового дня он покупал спиртное. Руслан, Ромка и Витька тоже приходили не с пустыми руками. – Игорек, а ты не хочешь свою хату разменять? – спросил как-то Виктор. – Не думал об этом, ответил он. – А ты подумай, ну куда тебе одному такие хоромы? – Так уж и хоромы, – рассмеялся Игорь. – Ну, некоторые семьи в однушках ютятся, – заметил Роман. Игорь горько вздохнул. Семья. – Наверное, этого ему не видать, как своих ушей. Кому нужен инвалид, промышляющий по прошенничествам? – И то верно. Зачем ему теперь двушка, надо сказать, и вправду довольно просторная. – Подумай, – развивал тему Витек. – Могу даже подсказать координаты знающих людей. Если грамотно все провернуть, тебе, кроме удобной однушки в хорошем районе, еще и кое-какая немалая денежка перепадет. Интересно? Игорь задумался. Не слишком ли много знающих людей у этих двоих? Везде-то у них все схвачено. Хотя, с другой стороны, что в этом удивительного? Просто люди умеют крутиться и заводить полезные знакомства. – Пожалуй, – кивнул Игорь. – Я подумаю. В следующие пару дней друзья не объявлялись, и он забыл о заманчивом предложении. А на третий день Игорь познакомился с Ларисой. – Да уж, ничего не скажешь, симпатичная девчонка, – думал он, глядя на стройную девушку с доброй улыбкой. Шелковистые русые волосы собраны в красивый узел, открывая красивое славянское лицо. Глаза девушки напоминали Игорю два озера – чистых и безмятежных. А губы – пухлые, чувственные и без намека на силикон, как у гламурных кукол, которых он видел рядом с бутиками и салонами красоты, мимо которых случайно проезжал. Игорь в этом мало разбирался, однако отличить естественные губы от накачанных он научился. Игорь был отнюдь не целомудренным парнем, когда парень учился в техникуме, у него было немало знакомств. Все-таки он был симпатичным молодым человеком и вел активный образ жизни. Все девушки, с которыми Игорю доводилось иметь дело, были как на подбор. Раскованные, завсегдатые шумных компаний и отвязанных вечеринок любили выпить и покурить. С такими весело, но и только. Лариса была совершенно другая. Такую девчонку, как Лара, хотелось защищать и бережно нести по жизни. Только ведь Игорю это не под силу, увы. В день знакомства с Ларисой ему впервые за несколько дней не хотелось напиваться. Если уж думать о ней, то пусть его мозг не будет затуманен алкоголем. Позвонил Руслан. — Игорек, может, сообразим? — предложил сосед. — Нет, не сегодня. Что-то я себя плохо чувствую. Ну, как знаешь. Игорь с облегчением подумал, что Руслан не стал настаивать. Когда Лариса добралась до дома, ей позвонила ее мама, Анна Никитишна. — Дочь, нам нужно серьезно поговорить. — Оказывается, у матери появился мужчина, и она не знает, как сказать об этом дочери. Вот глупенькая. Такое ощущение, что Лариса мама, а не наоборот. — Что за мужчина? Ну-ка, мам, рассказывай! — подбодрила она. И Анна Никитишна, успокоенная словами дочери, рассказала. Оказывается, еще две недели назад ее разыскал в соцсети школьный поклонник Михаил. Они списались, рассказали друг другу о том, как сложилась жизнь, и в итоге решили встретиться. И встретились, а потом еще раз. — Он тоже вдовец. Хочет со мной жить, — поведала Анна дочери. А я даже и не знаю, что ответить. — Ну, мамуль! — рассмеялась Лариса. — Я вот что скажу. Слушай свое сердце. — Так ведь молчит сердце, — вздохнула мать. — Так как с папой уже никогда не будет. — А женского счастья все равно ведь хочется, — заметила Лара. — Мам, так стоит ли от него отказываться. И еще, я очень хочу с ним познакомиться. — Правда? О знакомстве с Игорем она умолчала. Да и о чем рассказывать? Ну, спасла инвалида от конкурентов. И что дальше? Они ведь почти не разговаривали. Только вот почему Лариса не может выбросить его из головы? Что и говорить, симпатичный парень. Вполне возможно, до инвалидности и попрошенничества пользовался успехом у противоположного пола. А почему нет? Очень может быть, у Игоря имеется какое-то образование. Если лица якобы воина с костылем и грязнули с пупсом, не обременены интеллектом, то в случае с Игорем все ровно наоборот. Это был взгляд неглупого и рассудительного человека. Работая в больнице, Лариса повидала немало в прошлом активных, энергичных и успешных людей, сломленных жизненными передрягами. К слову, большинство из них – именно мужчины. Да и не удивительно. У женщин, как правило, больше стимула для борьбы за существование. Чаще всего это дети. Лариса решила, что она обязательно познакомится с этим парнем поближе, а там – как Бог даст. На следующий день, когда Лариса, нагруженная пакетами с продуктами, прибыла на автовокзал, Игорь поднял пятерню в знак приветствия и улыбнулся. Она кивнула в ответ и вошла в зал ожиданий. Увидев женщину, которая жила в том же поселке, Лариса сказала. – Тетя Вера, я сейчас подойду. Пусть пакеты здесь постоят, хорошо? – Да какой разговор. И Лариса направилась к Игорю. – Добрый вечер. Как дела? – Все хорошо. – сдержанно ответил он. Лариса хотела спросить, не беспокоят ли конкуренты, но что-то подсказывало ей, что от подобных вопросов лучше воздержаться. Она предложила Игорю посидеть в кафе, но тот отказался. – Какая же я дура. – обругала себя Лариса уже в автобусе. – Дура набитая. Ему же неловко, что он в инвалидной коляске, а я на своих двоих. Лариса все правильно поняла. Игорю действительно было стыдно показаться в кафе с девушкой. И не только потому, что он инвалид. Работники всех близлежащих магазинов и точек общепита прекрасно знали, чем Игорь зарабатывает на жизнь. И еще не дай бог подумают, что он решил раскрутить Ларису на вкусный ужин, да еще и под шумок обокрасть. Таких среди попрошаек более чем достаточно. Взять хоть воины или отца одиночку. Для них провернуть подобное, что доброе утро пожелать. Игорь представил, как он, не будучи инвалидом, приводит эту русоволосую нимфу в кафе или в ресторан. Нет уж, лучше об этом не думать. Что толку? И все-таки они подружились. Каждый раз, когда Лариса приезжала после работы на автовокзал, молодые люди много разговаривали. Игорь рассказал Ларисе о том, как он стал инвалидом. С каждым днем оба понимали, что их взгляды на жизнь во многом совпадают. Однажды в пятницу Лариса, повинуясь внезапному порыву, пригласила Игоря в гости. – С чего бы это? – удивился он. – Ну, мне просто захотелось пригласить тебя в гости. От всей души. Я поняла, что мне было бы приятно видеть тебя у себя в гостях. Устраивает? А еще Лариса очень хотела познакомить со своим другом маму, которое приехало погостить. Она понимала. Узнав, что предстоит знакомство с матерью, Игорь, скорее всего, откажется. Поэтому предпочла об этом промолчать. В автобусе жители поселка с любопытством поглядывали на Игоря. Они задавались вопросом – что может быть общего у молодой, красивой, интеллигентной женщины с вокзальным попрошайкой? Лариса догадывалась, о чем они думали. Плевать. Ей симпатичен этот человек, который явно не от хорошей жизни промышляет столь специфическим делом. А мнение односельчан Ларисе безразлично. На каждый роток, как известно, не накинешь платок. К тому же, Анне Никитишне гость пришелся по душе. – Хороший парень, – шепнула она дочери, когда они вышли на кухню выложить запеченную курицу на блюдо и нарезать еще хлеба. – Очень хороший, – с жаром ответила Лариса. – Только ему не повезло. – Как знать, – лукаво улыбнулась Анна. Игорь уехал на следующий день, на вечерней электричке. Для инвалида это удобнее не только в плане комфорта. Слишком уж неуютно ему было чувствовать на себе любопытные взгляды жителей незабудок. После того памятного ужина Игорь начал регулярно приезжать в гости к Ларисе. Пока она была на работе, парень, как умел, помогал своей подруге по хозяйству. Протирал пыль, готовил простые, но очень вкусные блюда, как он их называл из холостецкой кухни, поливал комнатные растения и работал в огороде. От денег за помощь Игорь решительно отказывался. Но Лариса давала ему продукты с огорода и еще кое-какую еду. В общем, с попрошенничеством покончено. Иногда Игорь даже оставался у нее ночевать. Лариса догадывалась, что о них начали судачить местные кумушки, но уж то что, а это ее точно не волновало. Их отношения были платоническими и чьи-то фантазии точно не от большого ума. Люди вообще предпочитают верить в то, что способно взбудорожить воображение. Как-то раз Игорь поливал огурцы. Это занятие действовало на него успокаивающе. Еще в детстве, когда он с остальными воспитанниками детского дома поливал огород, представлял, что поет растения, дарит им живительную влагу. От этого Игорю всегда становилось радостно. И хотя он не делал этого уже несколько лет, сейчас парень испытывал то же самое чувство, что и тогда, в детском доме. Вдруг он услышал женский голос. – Здравствуйте, а вы кто такой будете? – парень с улыбкой пожал плечами. – Я друг Ларисы. Меня Игорь зовут. – Ну, а меня теть Вера. Очень приятно, будем знакомы. – А, простите, нескромный вопрос, вы Ларе просто друг? – Просто друг, – подтвердил Игорь, а сам подумал. Да что ей надо? Какая разница, друг не друг? Хотя пожилые люди вообще любопытные. – Игорь, вы уж простите меня, просто эта девушка мне очень дорога. Не хотелось бы, чтобы вы ее обидели. – Понял. – кивнул он и отправился в дом. А минут через десять и тетя Вера была уже там. И не с пустыми руками, а с пирогом, источавшим аппетитнейший аромат. Что ж, Игорь с удовольствием бы потрапезничал, но не успел ничего приготовить. – Игорь, испекла пирог, но что-то слишком уж много получилось. Не желаете? – Не откажусь. – Чаю? Под честь пирогом-то словоохотливая женщина и поведала ему историю жизни Ларисы. Оказывается, она была замужем и супруг ее бросил. Что ж, дело житейское. Правда, Игорь искренне не понимал, как можно бросить такую девушку. Кроме того, он принял близко к сердцу то, что Лариса была беременна и потеряла ребенка. Срок был уже достаточно большой, так что она знала, что у нее мог бы родиться сын. – Муж-то был тот еще фрукт, – качала головой тетя Вера. Изменял Ларисе направо и налево, а под конец ушел к ее подруге. Так что уж ты не обижай ее. Игорь был далек от того, чтобы обидеть Ларису, поэтому с готовностью ответил. – Об этом можете не беспокоиться, не обижу. Да и не пара мы. Сами посудите. Я инвалид, Лариса нормальная. Просто помогаю ей, а она мне добром отвечает. Ничего такого у нас нет. Тетя Вера лукаво посмотрела на Игоря, но ничего не сказала. Она явно думала о чем-то своем. Утром Игорь и Лариса уехали в город. Новые друзья не объявлялись, да Игорь не жаждал их общества. Что то подсказывало ему, от этой компашки лучше держаться подальше. Но, как говорится, не зарекайся. Через пару дней, вечером, когда Игорь подкатил к подъезду, приятели поджидали его в полном составе. – Ну что, гульнем? – весело спросил Руслан. Откровенно говоря, Игорю было скучно. И он согласился. Парни выпивали и беседовали обо всем и ни о чем. И вдруг собутыльники вернулись к разговору о квартире. Надо сказать, Игоре думать об этом забыл. Тогда он решил, что это обычный пьяный разговор, который глупо принимать всерьез. Кроме того, после рассказа тети Веры, все мысли Игоря были о Ларисе. Приятели были настойчивы. А Игорь, хотя и был под шофе, не мог не понимать, что это неспроста. Уж то, что, а интуиция у детдомовцев, что нюх хорошего охотничьего пса. Он снова обещал подумать, но на этот раз ему ответили. – Ну давай, думай, только быстрее. И заметив настороженное выражение лица Игоря, Виктор добавил, что количество вариантов ограничено, и пока он будет думать, упустит шикарную возможность. Вроде бы все логично, но у парня словно пелена с глаз упала. Игорь с ужасом понял, что вляпался. Он должен исчезнуть из их поля зрения, а то так и до беды недалеко. – Лариса, мне нужно с тобой серьезно поговорить, – сказал Игорь, когда на следующий день приехал к ней. Он рассказал о своих взаимоотношениях с подозрительной троицей, и девушка предложила Игорю перебраться к ней. – В любом случае, так проще, – сказала Лариса. – Не знаю, как ты, а я чувствую, что ты стал мне, ну, как родной, что ли. Мне одно и тоскливо, а мама, я чувствую, после смерти отца здесь жить не может, хотя она, конечно, меня навещает. Игорю было неудобно стеснять девушку, о чем он и сказал ей. Но Лариса лишь рассмеялась. – Сейчас у мамы отыскался давний кавалер. Думаю, ей теперь будет не до поездок, так что ты меня не стеснишь. – Ну, вот и помогла, – с облегчением подумала Лариса. – Теперь уж наверняка. Поселившись в незабудках, Игорь полюбил деревню так, как любила ее Лариса. Тишина, свежий воздух и упоительные запахи природы действовали на него умиротворяюще. – И как я не обращал на это внимание раньше, когда приезжал сюда в гости? – недоумевал парень. Люди, которые вначале отнеслись к Игорю настороженно, полюбили симпатичного брюнета. Ему тоже пришлись по душе эти простодушные и бесхитростные односельчане. Каждый, кто жил по соседству, старался сделать им приятное. Пожилая и с виду строгая, но на самом деле добрейшей души человека Варвара Семеновна приносила Ларисе и Игорю молоко, домашнюю сметану, творог и сыр. Попробовав борщ с домашней сметаной, Игорь решил, что никогда в жизни не ел ничего вкуснее. Тетя Вера, которая жила рядом, почти каждый день приглашала молодых людей отведать домашней выпечки или вкуснейшего жаркова, готовить которой она была большая мастерица. Вскоре в уютном бревенчатом домике Ларисы появился еще один жилец. Лариса и Игорь любили гулять по лесу. Летом они собирали малину, землянику и цветы, а когда наступила осень, начали ходить за грибами. А Лариса обожала собирать дубовые листья и засушенные растения, из которых составляла дивные осенние букеты. В этот погожий сентябрьский день, когда молодые люди подошли к деревне, их ожидала другая находка. – Кажется, кто-то пищит, – сказала Лара, – где-то рядом с мусорными баками. Они пошли на голос и увидели щенка палевого окраса. – Весь в грязи. Наверное, его выбросили, – предположила она. – Сюда многие из города приезжают и выбрасывают то котят, то щенят. Жаль малыша. – Это да, – согласился Игорь. – А пес красивый. – Очень красивый. Песик оказался мальчиком. Игорь предложил назвать его гусаром. – А что, мне нравится, – воскликнула Лариса и обратилась к найденышу. – Привет, гусар, пойдешь к нам жить? Щенок доверчиво уткнулся в грудь Ларисы. Это было просто непередаваемое ощущение. Как будто ребенок. Они пришли домой и напоили малыша парным молоком, которое принесла соседка Варвара Семеновна. Напившись, малыш уснул на куски овчины, которые Лариса нашла в кладовке. Игорь тоже решил прикорнуть. Он вообще любил поспать после прогулок. А Лариса начала готовить ужин. Вдруг молодая женщина поймала себя на мысли, что они выглядят, как настоящая семья. Лариса, Игорь и гусар. – Глупо, конечно, – подумала она. – Но до чего приятно. Игорь и Лариса гадали, что это за породы. По длинным и мощным лапам они поняли, что собака вырастет крупной. И вот, когда гусар подрос, Игорь предположил, что это помесь. – По виду, вроде бы алабай, – задумчиво сказал он, – но явно нечистокровный. А вот с какой породой он смешан, что-то не пойму. Может, с немецкой овчаркой? – Да какая разница? – воскликнула Лариса. – Главное, что мы его любим. Гусар вымахал величиной стеленка. Ни одна прогулка не обходилась без этого симпатяги. Красавец-полукровка с огромным удовольствием носился по зимнему лесу и, смешно, чихая и морщен нос, глотал снег, который сыпался на него с деревьев. А однажды… Лариса проснулась от того, что кто-то грубо схватил ее за волосы. А когда она окончательно проснулась, то завизжала от ужаса. Какой-то мужчина в бандане намотал ее шевелюру на руку и приставил к ее горлу нож. – Где золото? – спросил незваный гость, окончательно развеяв надежду, что Ларисе это снится. – Какое еще золото? – стуча зубами от страха, спросила она. Но ее страх перерос в настоящий ужас, когда ей ответил второй голос. – Ты дурой-то не прикидывайся, какое золото, папаши твоего. И к Ларисе подошел мужчина в ковбойской шляпе. – Интересно, как они тут оказались? – подумала она. – И как прошли мимо гусара? О боже, а вдруг? – Нет у нас никакого золота. Папа был простым геологом, в экспедиции ходил. – Верно, – ответил первый. – Он ведь во время одной из своей экспедиций на золотую жилу наткнулся. Мой папа погиб семь лет назад, и ни о какой золотой жиле я не слышала. Но грабителей, судя по их недоверчивому хмыканью, такой ответ явно не устроил. – Толстый! – крикнул тип в бандане. – Там все чисто. Из комнаты, в которой спал Игорь, послышался третий голос. – Мужик какой-то, что с ним делать? Лариса снова запаниковала. – Сколько их тут? Игорь же совершенно беззащитен, да я не бог весть какой боец. Со стороны окна послышалось сопение и какая-то возня. Хозяйка дома не успела испугаться, как в спальне возник гусар. Он подошел к грабителям, и угрожающий рычан начал наступать на них. – Хорошая собачка! – заискивающе сказал ковбойская шляпа. – Красавчик! Но гусар не принял столь грубой лести и предупреждающе гавкнул. – Может, пёсика в расход? – предложил голос из кухни. Очевидно, он и был тем толстым, который вошел в комнату Игоря. – Ты идиот, что ли? – закричал мужчина в бандане. – Валим отсюда, он сейчас всю округу на уши поставит. Грабители сделали попытку вылезти в окно, но не тут-то было. Оказывается, на шум уже сбежались соседи, а полицейская машина окончательно лишила грабителей шансов на спасение бегством. – Руки на капот! – крикнул один из стражей порядка. Полицейские опросили обитателей дома и, сказав несколько слов одобрения в адрес гусара, укатили. Лариса до сих пор не могла прийти в себя от страха. – Трясёт меня, – поёжившись, сказала она. – В голове не укладывается какое-то золото. – А такое возможно? – поинтересовался Игорь. – Да кто его знает? Папа был геологом и, по идее, мог найти всё, что угодно. Но спрятать где-то в доме – дикость какая-то. Может, чаю? Всё равно ведь не заснуть. Сколько времени, кстати? – Четвёртый час. – Сторить можно. Скоро уже вставать. Напившись чаю, Лариса легла в постель и начала размышлять. Может ли быть правдой то, о чём сказали злоумышленники? Так, ни до чего не додумавшись, она провалилась в сон. Вскоре Лариса узнала ответ на свой вопрос. Через несколько дней ей пришла повестка в полицию. Тогда-то Лара и поняла, что грабителями были никто иные, как бывшие коллеги её отца. Некто – Виталий Шапошников, Александр Дмитриев и Валерий Дитман. – Слышали о таких? – спросил следователь Василий Николаевич Мухин. – Нет, никогда, – ответила она. – Да папа и не называл имён фамилий своих коллег. – Ну, мало ли. Может, дружил с кем, в дом к вам приходили. – Нет, ничего такого. – Понятно. Давайте уточним. Иван Михайлович Горин – ваш отец? – Да, верно. Он погиб семь лет назад в одной из экспедиций. – А вы знали о том, что ваш отец был не совсем простым геологом? Следователь смотрел на Ларису так пристально, что девушке показалось, будто он в чём-то её подозревает. Хотя, чего ей бояться? Ведь Лариса и вправду ни о чём не знала. – Интересно, знала ли об этом мама? – подумала она и спросила следователя. – Что значит не совсем простым? – ответ заставил Ларису раскрыть рот от изумления. Оказывается, Иван Михайлович работал на частную компанию, которую интересовало только золото. Вот он и искал месторождение для частных золотых приисков. Что и говорить, её родитель действительно был весьма своеобразным геологом. Но это ещё цветочки. Тогда, семь лет назад, Иван Михайлович с коллегами наткнулись на самую настоящую золотую жилу. – Мужики, кажется, мы набрели на что-то нужное, – воскликнул Саня. – Ну-ка, ну-ка, ух, ничего себе! – округлил глаза Иван. – Да это же самородки. Я столько даже во сне не видел. Четверо мужчин стояли возле месторождения золота. Жёлтый металлический блеск щекотал не только глаза, но и нервы. У каждого в мыслях появилась новая машина, разумеется, иномарка. Другой уже видел себя в новом доме подальше от ненавистной тёщи. Третий думал, что наконец-то он вставит зубы и рассчитается с нехилыми долгами, а четвёртый, то бишь Иван Михайлович, был полон решимости устроить единственной дочери шикарную свадьбу. У каждого из них были свои мечты, но у всех четверых мелькнула одна нехорошая мыслишка. – От такого количества богатства у всех просто крыша поехала, – с усмешкой сказал Василий Николаевич. – Самородки, причем один за другим. Не дать не взять сокровища Алибабы. Тут у кого угодно крыша поедет. Геологи собирали золото и хранили в избушке, которая служила им тайником, а через некоторое время Иван Горин погиб на переправе через реку. Подельники, которые, собственно, и побывали в доме Ларисы, полезли в тайник Ивана Михайловича, но никакого золота там не оказалось. Совершенно логично, что Горин его перепрятал, то бишь забрал домой. Если, конечно, домой. Но других вариантов все равно не было. – Они, конечно, не теряли надежды найти новую золотую жилу, – продолжал следователь. – Но семь лет поиска оказались напрасными. – Вот они и решили попытать счастье в моем доме. И если повезет забрать папину золото, – подсказала Лариса. – Совершенно верно, – кивнул Мухин. – Потом-то они поняли, что ваш отец, скорее всего, ничего вам не сказал. Не успел или просто не захотел в надежде обратить золото в деньги, да и радовать дорожайшее семейство. Лариса не знала смеяться ей или плакать. Оставшись без главы семейства, они с матерью не нищенствовали, но и особо не шиковали. У них было все необходимое для нормальной жизни, а о богатстве они и не мечтали. Но что, если в доме действительно имеется золото? Девушка мысленно схватилась за голову. – Боже, да если это действительно так, Лариса сможет помочь Игорю с операцией, ибо это было для нее самым главным. – Тише, – урезонивала она себя. – Чего мечтать понапрасну, ведь чем больше надежд, тем сильнее разочарование. – Прямо детектив какой-то, – только и сказала она. – В жизни еще и не такие детективы случаются, – философски заметил следователь. – Скажите, пожалуйста, это золото, если оно, конечно, существует в природе, реально найти? Ну, может быть, с собакой или как-нибудь еще? – Нет ничего проще, – улыбнулся Василий Николаевич. – Для этого используют металлоискатель. В итоге золото в доме действительно нашлось. Металлоискатель отреагировал на кухонную стену. – Что ж, поздравляем, – сказал Мухин. – Надеюсь, вы помните, что по закону большая часть положена государству? – Да, конечно, – ответила Лариса. Ее душа пела. Даже с учетом того, что часть стоимости найденного золота полагается родному государству, у них на руках все равно будет немалая сумма денег. Останется ли что-то еще, ее не слишком волновало. Плевать, заработают. У Ларисы есть работа. Даст Бог, и Игорь начнет зарабатывать. Молодые люди сидели на террасе и, вооружившись планшетом, мониторили российские и заграничные клиники на предмет стоимости операции, которая была необходима Игорю. Гусар вертелся рядом. – Хороший мой, – улыбнулась Лариса, протягивая руку к своему питомцу. Пес потянулся к хозяйке, умильно закрывая глаза. – Такой большой и смелый, а напоминает большого ребенка. – Есть такое, – улыбнулся Игорь. Получив порцию любимого арахиса, гусар улегся рядом, а Игорь с Ларисой продолжили свое занятие. Наконец, изучив с десяток предложений, они остановились на престижной немецкой клинике. Отзывы показались убедительными, и через две недели молодые люди вылетели в Мюнхен. Их провожали всей округой. – Храни вас Господь в дороге, – сказала тетя Вера, утирая слезы. – И, конечно же, Игорю скорейшего выздоровления. О гусарчике я позабочусь. – Берегите его, – улыбнулась Лариса, и ее глаза тоже подозрительно увлажнились. – Он наш защитник. – Об этом можете даже не беспокоиться. – Ой, не могу я над вами, девчонки, – воскликнула тетя Рита. Такая радость, а вы сырость разводите. – Так ведь это слезы радости, – сказала Лариса. – Я буду молиться за здоровье Игоря, – сказала Анна Никитишна, которая тоже приехала проводить их вместе с Михаилом. Мужчина пожал Игорю руку и сказал. – Держись, парень, мы все с тобой. Прежде чем за Игорем и Ларисой подъехало такси, каждый из провожающих успел сказать несколько добрых слов. Все, кто жил рядом, успели полюбить эту удивительную пару и их бесстрашного четвероногого друга. И, конечно же, все они искренне желали, чтобы Игорь начал ходить. По правде говоря, обоим было немного страшно, а вдруг что-то пойдет не так, и Игорь так и останется инвалидом-колясочником. – Даже если это и так, – думала Лариса, когда самолет набирал высоту, – я буду любить Игоря больше жизни. Надо ли говорить, что творилось в душе парня? Однако все их опасения оказались напрасными. В день операции у Ларисы все валилось из рук. – Такое ощущение, что это тебя будут оперировать, смеялся Игорь. Перед операцией ему нужно было пройти полное обследование. И Лариса сопровождала любимого во все кабинеты. Немецкие врачи смотрели на них с умилением. И вот… Операция прошла успешно, – с улыбкой сказала молоденькая переводчица после того, как маленький, пухленький и очень смешной человечек в хирургическом костюме что-то проговорил, акцентируя на звуки ш. – Предстоит еще реабилитация, но самое страшное уже позади. – Скоро ваш супруг сможет не только ходить, но и танцевать. – Он мне не супруг, – сквозь слезы улыбнулась Лариса. – Надеюсь, что пока. Переводчица что-то сказала доктору, а тот ответил по-русски. – Желаю счастья! Берегите гер-игр! Лариса бросилась обнимать человечка, который, судя по отзывам пациентов, поставил на ноги ни одного инвалида. – Данке! – с чувством произнесла она одно из немногих известных ей немецких слов. Вильгельм Миллер похлопал Ларису по плечу и отправился в кабинет. – Как здесь все-таки здорово! – сказал Игорь. – Никуда бы отсюда не уезжал. Они сидели на скамейке во дворе клиники, которая напоминала шикарный отель. Во дворе росли розы разных сортов из самых невероятных цветов. Лилии, туи и еще какие-то невероятные растения, названий которых они не знали. А еще там был небольшой декоративный водоемчик с фонтаном. Слушая жизнерадостное журчание, хотелось думать только о хорошем. Ларисе казалось, что они находятся в раю, но никак не во дворе мюнхенской клиники. – А домой? – подразнила она Игоря. – Но это само собой. Но я бы остался здесь на… на… – Все с тобой ясно, – рассмеялась Лариса. – Ларис, да? Выходи за меня замуж. – Девушка изумленно посмотрела на Игоря. – Замуж? – Да, извини, что без кольца. Ну и, конечно, мне предстоит встать на ноги. Но я клянусь, ты не пожалеешь. Обещаю быть хорошим мужем. Лариса не раз гадала, как к ней относится Игорь. Про себя она уже давно все поняла. Лариса влюбилась в Игоря еще в тот день, когда отбила его у конкурентов попрошаек. То, что она вначале приняла за сочувствие и желание помочь ближнему, оказалось любовью. А Игорь… – Прости, не с того я начал, – продолжил он. – Ларис, я люблю тебя. Уже давно. Влюбился в тебя еще тогда, когда ты отчаянно бросилась спасать меня, помнишь? Она с улыбкой кивнула. – Так что, какой твой ответ? – Да. Ну, конечно, да. Возвращаясь в родную страну уже женихом и невестой, Лариса с Игорем всю дорогу устроили планы на жизнь. Они решили жить в поселке, модернизировать дом, нарожать не меньше троих детей и купить микроавтобус, на котором они будут ездить на пикники всем большим семейством. Молодые люди поехали в ЗАГС прямо из аэропорта. Проводив их, сотрудница подумала. Сразу видно, эти двое женятся по большой любви. – Лара, помнишь, как тогда на автовокзале ты предложила мне сходить в кафе? – спросил вдруг Игорь. – Ну, помню. – пожала плечами Лариса. – И что? – Игорь, да я потом сразу все поняла. – Не будем о плохом, – улыбнулся он. – Я сейчас в положительном ключе. Теперь я хочу пригласить тебя в кафе. Отметим, так сказать, подачу заявления. – А ты не устал? – озабоченно спросила Лариса. – Ты не так давно ходишь, а тут такая нагрузка на ноги. Уж послушай меня, все-таки я у тебя врач. Игорь ходил с палочкой и, в общем-то, выглядел молодцом. Но Лариса-то знала, что такая эйфория от вновь обретенной активности опорно-двигательного аппарата может выйти ему боком. – Ой, да брось, – отмахнулся Игорь. – Один раз можно. А до свадьбы торжественно клянусь соблюдать постельный режим. – Смотри мне. – шутливо погрозила она пальцем. – Ловлю на слове. Будущие супруги зашли в ближайшее кафе и, купив кучу разной еды и бутылку шампанского, отметили подачу заявления. Усталость взяла свое. И жених с невестой вызвали к кафе-такси и поехали в незабудке. Увидев машину, тетя Вера всплеснула руками. – Гусар, твои вернулись. Ну что, домой? – Пес радостно заскулил и завилял хвостом. Он и сам уже понял, что его обожаемые хозяева вернулись. Едва Игорь и Лариса расплатились с водителем и вышли из машины, гусар, вырвавшийся из рук соседки, принялся по очереди облизывать хозяев. – Гусар! – воскликнула Лариса. – Мальчик мой, как же я скучала! – Красавчик! – сказал Игорь, потрепав любимца по загривку. Поблагодарив добрую соседку и пообещав зайти позже, молодые люди отправились в дом. Они пообщались со своим любимцем, накормили его разной вкуснятиной, после чего все втроем устроили сиесту. Анна Никитишна проснулась чуть свет с ощущением, что сегодня непременно произойдет что-то хорошее. Напивая, она приготовила роскошный завтрак и накрыла стол. – Ого! – воскликнул Михаил, проснувшийся от одуряющих ароматов. – По какому поводу такой пир, да еще в такую рань? – Дети подали заявление. – счастливо улыбнулась женщина. – Прямо из аэропорта в ЗАГС, представляешь? – Оперативно, ничего не скажешь. Молодость. Ну, а мы-то с тобой чего ждем? Михаил не раз заговаривал о том, чтобы узаконить отношения. Анне было приятно такое отношение, но сама она не придавала значения этой формальности. У Михаила и Анны не было и не предвиделось общих детей, а жилплощадь у каждого своя. Они жили в квартире Михаила, а жилье Анны сдавали. Ей было хорошо вместе с давним поклонником. Временами Анне казалось, что она его любила. Хотя, может быть, и любила. В Анне давно нет, а она еще не старая. Так отчего бы и вправду не стать счастливой? Не как человек, не как мать, а как женщина. – Мишенька, даю тебе слово, мы обязательно вернемся к этому разговору, – сказала Анна. – Ну, дай мне порадоваться за дочь, хорошо? – Как скажешь. – А завтра нас с тобой приглашают на помолвку. – Что ж, хорошее дело. Вечером будущие супруги смотрели телевизор. Когда начали показывать криминальную хронику, Игорь вдруг сказал. – А ну-ка сделай погромче. – Что такое? – встревожилась Лариса. – Знакомые все лица, – пробормотал возлюбленный. – И дом. Из дома, в котором жил Игорь, кого-то выносили в черном мешке. Возможно, он бы и не догадался, кто из бывших соседей покинул бренный мир, если бы не показали двоих задержанных. Имя были Ромка и Витек. Выслушав репортаж, Игорь убедился, что его догадка верна. Оказалось, Роман и Виктор были черными риэлторами, а Руслан наводил их на лиц из группы риска – алкоголиков, наркоманов, инвалидов, одиноких пожилых людей и прочих бедолаг, оказавшихся за бортом жизни или на грани этого самого борта. Как выяснилось, жертвой Романа и Витька стал Руслан. Впрочем, не трудно было догадаться. – Интересно, чем он им насолил? – думал Игорь. – Или отказался от сотрудничества. А не все ли равно? Главное, меня от них Бог отвел. И как оказалось, вовремя. – Это те самые, да? – спросила Лариса. Игорь кивнул и решительно переключил программу. – Ничего не хочу о них слышать. У меня теперь другая жизнь. Лариса, ободряюще сжала его руку и мысленно поклялась. – Я все сделаю для того, чтобы Игорь забыл, что с ним произошло после несчастья. На помолвку, кроме Анны с Михаилом, пригласили кое-кого из соседей и пару подруг Ларисы, с которыми она вместе работала – медсестру Жанну и ортопеду Веронику. Девчонки поглядывали на жениха с одобрением. И каждая из них думала. Наконец-то, и Ларке улыбнуло счастье. Уж кто-кто, а она его заслуживает. Они прекрасно знали, чем окончился первый брат Ларисы и от души надеялись, что с этим симпатичным темноволосым парнем у нее все сложится иначе. Погода стояла шикарная. Поэтому стол накрыли во дворе. Столы и стулья собирали всем миром. Кроме того, гости несли соленье, варенье, пироги и другие вкусности. Игорю это напомнило старые фильмы о деревне. И он усмехнулся. Но, между прочим, ему это очень нравилось. Все выглядело очень душевно, по-семейному. Уж он-то человек, не имеющий семьи и, по сути, никогда не знавший домашнего уюта, не мог этого не оценить. Гусар вертелся рядом. Но никому и в голову не пришло его бояться. Все знали, этот здоровяк добродушен и при этом безжалостен к тем, кто пришел к ним с недобрыми намерениями, как те трое. Пес пребывал в благодушном настроении. Своим собачьим чутьем он чувствовал, что теперь хозяева всегда будут вместе. Подготовка к свадьбе шла полным ходом, и жених с невестой планировали масштабное торжество. Они уже решили, что играть свадьбу будут в незабудках. А разве могло быть иначе? – Как хорошо-то, – сказал Игорь, когда Лариса вошла на кухню, чтобы проверить пирог с капустой. Жених сидел там в плетеном кресле, с удовольствием вытянув ноги и шевеля пальцами. – С ума сойти! Еще совсем недавно он не мог этого сделать. – Хорошо, – согласилась невеста. – А хочешь, будет еще лучше. – Чем порадуешь? – поинтересовался он. Лариса убежала в комнату и вернулась, сжимая что-то в руках. – Что там? – А ты угадай, в какой руке? – хитро улыбнулась она. Когда Игорь угадал с первого раза, то увидел небольшую бумажку с двумя красными полосками. – Лар, что там с пирогом? – спросила Анна Никитишна. Взгляд женщины упал на бумажку. – Беременна. – В глаза Ханны заплясали озорные огоньки. – Ну а что, сама все видишь? – Лара, ты это серьезно? – воскликнул Игорь. – Чистая правда. Под венец пойдем втроем. – Вчетвером. Ты забыла гусара. – День бракосочетания Игоря и Ларисы выдался ясным и солнечным. В воздухе пахло цветами и скошенной травой. Не было никаких сватов, выкопа и прочих обязательных атрибутов свадьбы. А обязательных ли? И дело не в том, что жених с невестой уже год жили вместе и ожидали первенца. Просто за этот год они пережили вместе столько, сколько не пережило большинство супругов со стажем. Но главное, Игорь и Лариса исцелили израненные души и сердца друг друга и вернули каждой своей половинке вкус к жизни. Свадьбу, как и планировали, праздновали в незабудках. Но сначала, как водится регистрация, жених уже свободно передвигался без палочки. Да и вообще, восстанавливался не по дням, а по часам. – Что не говоря, этот Миллер – настоящий волшебник, говорили они. И вот теперь, благодаря этому человеку комичного вида с золотыми руками, Игорь сможет станцевать свадебный вальс со своей женой. Надо сказать, в свадебном костюме темно-серого цвета с розовой бутоньеркой жених выглядел невероятно импозантно. Лариса тоже была шикарна. Она намеренно не стала покупать пышное белое платье в рюшах и стразах. Слишком уж оно напоминало ее нелепое первое замужество. Атласное кремовое платье с завышенной талией на тонких бретельках эффектно подчеркивало ее формы и скрывало интересное положение. Свои роскошные русые волосы Лариса убрала в высокую затейливую прическу и украсила живыми белыми цветами. – Какая ты красивая! – с нежностью сказал Игорь. – Прямо сказочная принцесса. – Ты у меня тоже ничего. – кокетливо ответила без пяти минут супруга и, услышав, как к дому подъехала машина, торжественно объявила. – А вот и наша карета. Для поездки в ЗАГС возлюбленные заказали лимузин. – Гулять так гулять. На свадьбу пригласили всех, кто присутствовал на помолвке и некоторых детдомовских друзей Игоря. – Молодец, Игорек! – одобрительно сказал Серега. – Такую красавицу себя отхватил. – Я знаю. – довольным голосом ответил жених и добавил уже серьезно. – Но моя Лара не просто красавица. Она мой ангел-хранитель. Вы просто не поверите, откуда она меня вытащила. – Да лучше об этом и не знать. История любви этой пары получилась выстраданной. – проникновенно вещал Тамада парой часов позже, когда молодожены и гости сидели за длинными столами во дворе дома. Молодой элегантный парень говорил о том, что любовь этой пары настоящая, ибо прошла через множество испытаний. Гости слушали молодого человека, и каждый думал о своем. Детдомовские друзья Игоря вспоминали того безбашенного сердцееда, каким был Игорь до несчастья, и отмечали, как он изменился. Глаза стали другими. Теперь это глаза несмешливого парня, любимца девушек, а мужчины, хлебнувшего нешуточных испытаний. Подруги Ларисы восхищались этой удивительной молодой женщиной, на долю которой выпало немало трудностей. Соседка тети Вера вспоминала инвалида-колясочника, поливавшего огурцы тогда, год назад, которому она рассказала о жизни Ларисы. – А ведь и вправду не обидел? – думала пожилая женщина. – Главное, чтобы так было и дальше. Было бы обидно, если бы у них не сложилось. Отличная пара. Михаил думал о том, что благодаря Анне он познакомился с этими замечательными молодыми людьми. История их любви потрясла Михаила до глубины души. – Наконец-то моя девочка счастлива, – думала Анна. – Главное, чтобы они с Игорем пронесли эту любовь до конца. Она вспомнила своего первого зятя, который надолго лишил Ларису веры в любовь и доверие к мужчинам. Несколько лет Лара никого не впускала в свое сердце, и лишь привокзальному попрошайке удалось зажечь в ней огонь любви. Но кто бы что ни думал, все эти люди, несомненно, желали им семейного счастья и крепкой, искренней любви. Игорь с обожанием смотрел на молодую супругу и размышлял, что было бы с ним, если бы не встреча с Ларисой. – Однозначно ничего хорошего, – заключил молодожен. А Лариса вдруг подумала об отце. Папа всегда был заботливым и щедрым к своим девочкам, как он называл жену и дочь. Но Иван Михайлович и предположить не мог, какой королевский подарок преподнесет Ларисе через семь лет после гибели. И не только Ларисе, но и зятю. Пусть даже он и совершил столь некрасивый поступок. Девушка смотрела в синее июльское небо. Кто знает, а вдруг Иван Михайлович смотрит на дочь и от души радуется, сколько счастья ей принесло золото, спрятанное в кухонной стене. – Горько! – выкрикнул кто-то. Сейчас их сердца бились в унисон. И не только сердца, но и мысли. – Я люблю тебя! – сказали оба одновременно и рассмеялись. – Дай Бог такого согласия во всем на протяжении всей семейной жизни. – С чувством, – сказала Анна. – Счастья вам, дорогие мои детки! Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для вас всего один клик, но для меня это очень важно. Всего вам доброго!